Северокрымский канал – растительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской АССР с забором воды. Из специально построенного в нижнем течении Днепрокаховского водохранилища, заполненного в 1955-1958 годах, при открытии был известен как Северокрымский канал имени Ленинского комсомола Украины. Ширина канала в его начале – 150 метров, глубина – 7 метров, средний годовой сток – 380 кубических метров с максимально технологически возможный сток – до 500 кубических метров с до 80% Днепровской воды СКК, поступавшей в Крым. Использовалось для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства около 20% Днепровской воды СКК подавалось в водохранилище. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и сельских населенных пунктов Крыма. До 2014 года Северокрымский канал обеспечивал полуострову от 8.0 до объема забора воды. В 2013 году в Крым было поставлено 1553,78 млн кубических метров. При этом общие транспортные потери на испарение и фильтрацию в подземные водоносные горизонты за год составили 695,3 млн кубических метров. С 2014 года подача Днепровской воды в Крым прекращена. Примерно половина протяженности канала используется для переброски воды из горных водохранилищ Белогорского района в восточную часть Крыма. В 2015 году эта часть канала стала использоваться круглогодично. С этого же года русло канала временно используется для транспортировки питьевой воды из подземных водозаборов северо-восточной части Крыма на Керченский полуостров. История. Из-за относительно небольшого количества осадков и бедной речной сети в Крыму издавна наблюдалась нехватка пресной воды. После засухи 1833 года основатель Никитского ботанического сада Христиан Стевин предложил построить канал от Днепра. Из-за высокой стоимости работ решение о строительстве было принято только в 1916 году. Но вскоре произошла Октябрьская революция. После Великой Отечественной войны рассматривалось три альтернативных варианта обеспечения Крыма водой. Строительство водопровода от Кубани, опреснение Азовского моря и строительство канала от Днепра. Наиболее рациональным оказался вариант строительства канала от Днепра. В 1950 году на правительственном уровне было принято постановление о строительстве Северокрымского канала. Вскоре стройка была объявлена Великой стройкой коммунизма и Ударной комсомольской стройкой. В 1951 году была выпущена марка Почта СССР, посвященная Северокрымскому каналу как одной из великих стройк коммунизма. Более десяти лет шли следовательские и проектно-изыскательские работы. В феврале 1961 года Пленум Крымского обкома Коммунистической партии объявил строительство Северокрымского канала всенародной стройкой. Со всех концов СССР по комсомольским путевкам в Крым прибыло 10 тысяч молодых строителей на строительство Северокрымского канала. Оборудование для строительства Северокрымского канала приходило из Архангельска, Биробиджана, Таллина, а также из ГДР, Болгарии, Югославии и Чехословакии. Строительство изыскательские работы и проектирование Северокрымского канала, его ответвлений, водохранилищ, оросительных и дремежных систем выполнялись специалистами Украинского проектно-изыскательского института Укргипроводхоз и его крымского филиала. Строительство первой очереди СКК было начато в 1961 году. В 1963 году вода дошла до Красноперековска, в 1965 году до Джанкоя, в 1971 году пришла на Керченский полуостров. 5 мая 1975 года была запущена насосная станция номер 3, подающая воду в Керчь. В 60-х годах пуск воды осуществлялся в земляной русло канала, потери при этом достигали 40%. Повышение уровня грунтовых вод вызывало засоление почв и гибель садов на прилегающих участках. Бетонирование русла производилось позднее, когда между сезонами канал осушился. Для зимнего бетонирования применяли противоморозную добавку на основе гранулированного удобрения – мочевины. Особую опасность представляли и неразорвавшиеся боеприпасы времен прошедшей войны. Только за один год было извлечено пятью тысячами снарядов. Были случаи, что снаряды взрывались и выводили из строя технику. Строительство первой очереди было завершено в 1978 году. Крыму объектами первой очереди строительство СКК, кроме русла магистрального северокрымского канала, стали отходящие от него азовские рисовые и раздольнинские рисовые каналы, а также оросительные системы, в том числе рисовые, на общей площади около 100 тысяч га. В июне 1977 года у села Огородное Раздольнинского района начато строительство соединительного канала с четырьмя насосными станциями для поднятия воды. Через водораздел на высоту 82 метров по всему руслу канала был устроен противофильтрационный железобетонный экран. Соединительный канал введен в эксплуатацию 16 июня 1984 года. Херсонская область от канала отходит на запад Краснознаменский канал, обеспечивающий водоросительные системы на территории Херсонской области. В 1990 году в Крыму была сдана вторая очередь строительства СКК, в рамках которой было построено межгорное водохранилище, ставшее самым большим из наливных. В 1997 году завершена третья очередь строительства, по которой были реконструированы раздольнинские рисовые и сакские каналы и построена система орошения в центральной и западной части Крыма с закрытой оросительной сетью и высокоэффективной широкозахватной дождевальной техникой. Строительство четвертой было остановлено в 1997 году из-за недостатка средств, в перспективе намечались еще пятая и шестая очереди. Основные ответвления от магистрального северокрымского канала в Крыму это раздольнинский, азовский и красногвардейский каналы, а также соединительный, сакский, западно-черноморский и другие каналы. Общая протяженность каналов и трубопроводов оросительной сети составляет 11000 км. Канал позволил решить проблему водоснабжения степного Крыма. Однако, несмотря на то, что СКК обеспечивал нужды полуострова на от 8.0 до, проблема нехватки пресной воды сохранялась в некоторых регионах полуострова, например, на участке Талушты до Судака. Прекращение подачи воды в Крым Весной 2014 года зависимость полуострова от пресной воды северокрымского канала могла быть одним из аргументов отделения или неотделения Крыма от Украины. Впрочем, руководство Госвода агентства Украины сообщило о том, что оно не рассматривало возможности отделения Крыма и прекращения водоснабжения по каналу, поскольку это, по их мнению, грозит гуманитарной катастрофой. Кроме Крыма, воду посредством данного канала получает примерно треть Херсонской области. Датой начала эксплуатации был назначен 19 марта. С 19 марта 2014 года началось заполнение магистрального канала. 24 марта вода пересекла границу Крыма. 2 апреля через головное сооружение из Каховского водохранилища расход составлял 50 кубических метров, на границе Крыма – 26,1 кубического метра. Происходило заполнение канала ДАЭНОС-1, которое находится в Джанкойском районе на 208 КМ. С 4 апреля началось уменьшение расходов и на головном сооружении СКК и на всех перегораживающих сооружениях. Подача на Крым сократилась до 4 кубических метров с призаявки на 85 кубических метров. После присоединения Крыма к Российской Федерации, власти Крыма и Госвода агентства Украины не смогли договориться об условиях поставки воды. Канал был заполнен до уровня, обеспечивающего водоснабжение Херсонской области, и который позволял иметь лишь незначительный объем воды в аванкамере насосной станции под Джанкойем, поднимающей ее дальше в Крым. Затем канал на территории Херсонской области был взят под усиленную охрану и управление СКК в Таврейске получило указание закрыть шлюзы на перегородке вблизи границы с Крымом. После чего приток воды на территорию Крымского полуострова почти полностью прекратился. 7 мая 2014 года было опубликовано сообщение с фотографией того, как на территории Херсонской области на 80 километров канала, примерно в 15 километрах от границы с Крымом возводится дамба. Работы велись с автомобильного моста по трассе Армянск-Херсон в районе поселка Колончак. После строительства дамбы лишняя вода по одному из сбросных каналов стала сбрасываться в залив Черного моря, осушая русло СКК. Затем на этом участке северо-крымского канала была построена перемычка со шлюзами и водоучетным сооружением на случай поставки воды в Крым. После заключения соответствующего соглашения, оставшаяся в русле на территории Крыма, вода была использована Крымским содовым заводом на производственные нужды и на подачу тепла в жилые массивы Красноперекопска. В условиях отсутствия Днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Аграрная трассель стала переходить на засухоустойчивые культуры, а также на копельное орошение из местных источников, где таковы имеются. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель была уменьшена до 13,4 тысячи. Га, объем воды, подаваемой на орошение, сократился с 700 миллионами кубических метров в 2013 году до 17,7 миллиона кубических метров в 2015 году. Спустя год, 18 мая 2015 года, объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму составлял 182,3 миллиона кубических метров, что на 35,5 миллионов кубических метров превышало показатель 2014 года. Объем воды в наливных водохранилищах составлял 40,7 миллиона кубических метров. Альтернативные источники наполнения начиная с 2014 года для наполнения наливных водохранилищ хозяйственно-питьевого назначения Керченского полуострова стали использовать воды Белогорского и Тайганского водохранилищ местного стока. Ранее используемые для орошения, а также строящиеся артезианские водозаборы. При переброске воды питьевого качества по руслу Биюк-Карасу и СКК потери составляют от 1,8 до. Наибольшие потери воды при переброске ее из водохранилищ происходят в земляном русле реки Биюк-Карасу. К декабрю 2015 года Северокрымский канал заполнялся на две трети за счет воды из водохранилища и на одну треть за счет подземных источников. Потери воды канали не превышали от 2-3 до. Всего в 2015 году в наливные водохранилища было подано 54,5 миллиона кубических метров воды, что позволило обеспечить потребности в питьевой воде населения восточной части Крыма. Белогорское и Тайганское водохранилища для переброски в канал запасов Белогорского и Тайганского водохранилища используется русло реки Биюк-Карасу, по которому вода преодолевает 51 километр. Также используется накопительный пруд у села Новоивановка Нижнегорского района, построенный бригадами «Гидростроя-6» Республиканского госком водхоза. Из накопительного пруда от стойника вода по двум трубам, проложенным под дорогой А-17 и бетонному подводящему каналу длиной 57,5 метров, поступает через водосброс в Нижнегорский участок Северокрымского канала, откуда самотеком на насосную станцию номер 16 у села Владиславовка, которая поднимает воду в Феодосийское водохранилище, главный источник водоснабжения всей Феодосийско-Судакской зоны. Неподалеку расположены шлюзы, распределяющие воду на Керчь. Подача воды из крымских водных объектов в Северокрымский канал была начата 12 мая 2014 года. Стоимость работ в первой очереди составила 3 миллиона рублей. 26 декабря 2014 года завершено строительство гидроузла Уз Новоивановка Нижнегорского района, начатое в октябре 2014 года. Объект является технологическим продолжением объекта переброска части стока РБЮ-Карасу в Северокрымский канал. Стоимость составила 7,9 миллиона рублей. В 2014 году в Феодосийское водохранилище было закачано 9,8 миллиона кубических метров. Станционное – 7,8 миллиона кубических метров. Ленинское – 1,2 миллиона кубических метров. С января по май 2015 года в Феодосийское было подано 11,8 миллиона кубических метров. Станционное – 9,1 миллиона кубических метров. И в Ленинское – 1,6 миллиона кубических метров. Артизианские водозаборы в 2015 году для подачи питьевой воды в населенные пункты юго-восточного Крыма были подготовлены Новогригорьевский, Нежинский и Простурненские водозаборы. На каждом из них пробурили по 12 скважин. Глубина скважин от 110 до 180 метров. Планируемый объем 200 тысяч м в кубе в сутки и 40 миллионов кубических метров в год. На первом этапе были построены 38 километров трубопровода между водозаборами и каналом. Всего планируется строительство 48 линий к точкам сбруса воды. Северокрымский канал. К концу апреля из водозабора в канал было подано 300 тысячами м в кубе. Для предупреждения потерь воды из нижнего объефа в верхней используется подпорное сооружение ПС-4, расположенное на 221-м КМ-канала. После прихода Северокрымского канала в Феодосию в город прекратилась подача воды из субашских источников. В настоящее время предусматривается возобновление и использование подземных субашских источников для водоснабжения города. Характеристика начинается из Каховского водохранилища, далее проходит через Перекопский перешейк, мимо Джанко и далее на юго-восток. Под конец доходит до окрестностей Керчи. Длина – 402,6 километра. Протяженность в Крыму – 294 километра. Ширина в начале у города Таврийска – 150 метров, в конце у села Зеленый Яр – 15 метров. Максимальная пропускная способность головного сооружения – 294 кубических метров. Несмотря на высокую потенциальную водность, Северокрымский канал проектировался как сезонный, а не круглогодичный. До 2015 года его наполнение обычно начиналось в конце марта, а завершалась подача воды в ноябре. Продолжительность движения воды от начальной до конечной точки канала – 33 дня. Канал не является судоходным. Трасса СКК – главный водозабор размещен на Каховском водохранилище, откуда вода самотеком через Перекопский перешейк подается на расстояние 208 километров. К насосной станции номер 1 под Джанкоем у села Победное, НС-1 работает с 1967 года, расположена на ПК-2081 плюс 98, высота подъема – 9,5 метров, всего 6 агрегатов мощностью 1,6 мегаватта и производительностью 12,5 кубического метра. При полном использовании орошаемых земель включались все 6 агрегатов и подавался расход 75 кубических метров. С последние годы в основном работало три насосных агрегата. Второй самотечный участок длиной 79 километров между двумя стами 8 и 287 километров подает воду к насосной станции номер 2 у поселка Советский. На второй участок выходят 48 линий полевых трубопроводов от подземных водозаборов. В дюкере из трех железобетонных труб длиной 100 метров, проложенных на 10-метровой глубине, канал пересекает реку Салгир. На расстоянии 1 километр расположенного Ивановский гидроузел НС-2 расположено ПК-2686 плюс 48, высота подъема – 25,6 метра. Подача воды осуществляется по напорным трубопроводам протяженностью 700 метрами и диаметром 2,8 метра водовыпускной сооружения. Суммарная установленная мощность шести насосов – 12 мегаватт. Производительность каждого насоса – 5,5 кубического метра. Напор – 28 метров. Насосная станция работает круглогодично в полуавтоматическом режиме. В 2015 году насосной станцией было подано 67,968 миллиона кубических метров. Третий самотечный участок длиной 82 километра заканчивается Зеленоверским водохранилищем. У села Фронтовой через глубокую балку проложены две трубы длиной 700 метрами и диаметром свыше 2 метров. Под балкой Смарли на Керченском полуострове проложен самый большой дюкер длиной 4 километра. В Зеленоярском водохранилище аккумулируется вода из СКК для бесперебойной работы насосной станции номер 3. Вода поступает по Зеленоярскому тоннелю. Длинный – 760 метров. К насосной станции проложен подводящий канал длиной 770 метров. ФНС-3 – самая мощная насосная станция, построена в 1975 году на ПК 3687-02 и предназначена для перекачивания воды из Зеленоярского в станционное водохранилище. Три насоса от 52 вольт до 11 байтов приводятся в работу тремя электродвигателями ВДС-325-49-16 мощностью по 4,8 мегаваттой производительностью 4,7 куб. метра. Высота подъема – 67 метров. К 2015 году за 40 лет работа объем перекаченной воды составила 1,7 куб. км. Напорный водовод диаметром 1800 мм и длиной 322 метра к насосным станциям номер 4 и 4А и длинный – 2760 метров к станционному водохранилищу. НС-4 у Силаново-Николаевка – напорный участок 29-километрового водовода заканчивается у водоочистных сооружений Керчи. Первая нитка построена в 1976 году и изношена на 100%, вторая эксплуатируется с 1987 года. Износ составляет от 6,5 до. В 2004 году первая нитка была заменена. Некоторые участки являются подземными, на других участках для пересечения глубоких рельефных впадин русла канала проходит по кведукам высотой ОДО. Орошение и водоснабжение Крыма в октябре 1963 года воды Днепра впервые пришли на землю Крымского полуострова. Их приняла Красноперекопская оросительная система. В 1964 году площадь орошения составила всего 4,7 тысячи. Первый год эксплуатации оросительной системы работали только две насосные станции номер 49 и номер 50 и межхозяйственный распределительный канал РМ-3. Протяженностью 7,3 километров 1960-1980 годах строились и ежегодно вводились в эксплуатацию новые оросительные системы. В 1986 году в равнинном Крыму площадь орошения Днепровской водой составляла 380 тысяч гектаров и обводнение свыше 600 тысяч. Канал снабжал водой Феодосию, Керчь, Судак, Щелкино, часть сел Ленинского района, город Старый Крым через Старокрымское водохранилище на РЧОРОХСУ с подпиткой из системы СКК. Поселки Симферопольского района Некоторые районы города Симферополя через наливное межгорное водохранилище, из которого был построен также водовод в город Севастополь. При Севашии имелось пять крупных рыбовоческих хозяйств, пруды которых заполнялись Днепровской водой. Благодаря Днепровской воде и интенсивному развитию орошаемого земледелия в Крыму стали появляться новые благоустроенные села, а сельское население увеличилось на 200 тысяч человек. Наряду с орошением сельскохозяйственных угодий, Днепровская вода подавалась также для поливов, приусадебных участках селян и дачных участков горожан. Очистка канала в 2000-х годах стали проводиться ежегодной работой по очистке русла от ила, водорослей и водной растительности. Снижение проточности произошло из-за кратного уменьшения площади орошаемых земель. На НС-1 и НС-2 чаще всего были задействованы 1-2 насоса, а из-за низкой скорости происходит хорошее прогревание и бурный рост водорослей. Другой проблемой является зеление канала, которое усложняет транспортировку и влияет на мутность воды. Влияние на экологию канал имел важное значение для восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел Крыма. Поступление Днепровской воды через фильтрационные бассейны производственной установки искусственного пополнения подземных вод, работавшей в 80-х годах, препятствовало проникновению соленых вод вглубь территории Крыма. С другой стороны обильное орошение и инфильтрация из канала вызвало в пределах пресевашье повышение уровня грунтовых вод и засоление почв. Для улучшения мелиоративной обстановки предусматривалось орошение на фоне дренажа. Была построена разветвленная дренажная сеть. Русла большинства равнинных рек были частично спрямлены и превращены в дренажные коллекторы. В 1981 году было создано специальное межрайонное управление коллекторно-дренажных систем. Интенсивное орошение и развитие дренажной сети привело к увеличению сбросов возвратных водоросительных систем, загрязненных удобрениями и пестицидами, в природные водные объекты, включая залива Черного моря. В 2014 году произошло снижение уровня грунтовых вод по причине отсутствия воды в каналах и сокращения поливных площадей. Снижение уровней грунтовых вод на некоторых участках благотворно повлияло на улучшение солевого режима почв, так как произошло снижение солевого горизонта.